В нашей семье произошел большой скандал. Это известная христианская семья, но так получилось, что они были в огороде и очень бурно ругались. Они кричали друг на друга, они гневались, они говорили разные слова и взывательства. И, о, ужас! Они говорили даже не эти цензурные слова. Соседка, которая давно живет рядом с этим христианским домом, и который очень много проповедовали о Христе, спрашивает вопрос от соседки. А что, христиан, тебе можно и мамку ругаться? Как вы думаете, какой крайний ответ? Имеют ли слова, которые мы произносим, какое-то значение? Или это просто эмоции? Вы меня вывели из себя, поэтому я на эмоциях наговорил. Или мы все-таки за каждое слово рано или поздно дадим отчет перед Богом? Как вы думаете? Несем ли мы ответственность за произнесенные слова? Понесем ли мы наказание за проклятие произнесенных сердцах? Есть ключевое место сегодняшнее, которое я хочу, чтобы вы очень хорошо запомнили. Я сегодня много будем говорить на словах. Верните обратно картину. Давайте вместе это прочитаем. Три-четыре. Кто не совершает слове, тот человек совершает. Еще раз. Кто не совершает слове, тот человек совершает. А как у вас дела с вашим языком? Язык ваш, он враг ваш или друг ваш? Подъявите, пожалуйста, честно руку, у кого есть проблемы с языком. Мы с вами сами как-то разговаривали. Нет, не с английским, а с нашим, с нашим. Русским, маленьким, которые там находятся. Вот видите теперь руку, где у кого нет проблем с языком. Есть такие у нас? Есть. Это совершенно люди, братья и сестры, поприветствуйте. Игорь, серьезно. Надеюсь, может поговорить. Наталья себе повесло. У них нет проблем с языком, сказал. Ты не заметила? А ну так как-то слов, белочки маленькие. Без вас. Не, не, не скажи. Есть одна история, которая хорошо иллюстрирует, что все, что мы когда-то говорим, внимание, не делаем, а говорим. За это, однако, нам придется дать отчет. И, может быть, даже мы будем за это наказаны. Есть история семей. Давайте коротко ее напомним. Я не буду о нем проповедовать. Просто прочитаю несколько ключевых мыслей. Когда дошел царь Давид до Бахвурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саумову по имени Семей. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех гробов царя Давида. Тут, конечно, овеса, полководец, другие воины Давида говорят, слушай, что это за пес, который кипят сами? Помазание Господне поносит. Давай мы сейчас ему язычок-то его коротим. И сказал Давид овесе и всем слугам своим. «Оставьте его! Пусть злословит!» Ибо Господь поверел ему. «Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид, и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил и бросал камнями на сторону его и пылью. Это были трудные времена у царя Давида. Он убегал от Саула, и у него было где-то не более 600 человек, которые его поддерживали. Небольшой отряд. И, по сути дела, они были на волоске от гибели. И вот появляется этот Семей, который поносит царя, который обзывает его, может быть, даже матерными словами. Я не знаю, что он там славословил. Но он говорил что-то ужасное. И, смотрите, прошло, внимание, прошло 40 лет от этого момента. Представили себе? 40 лет. Приблизил Фриэль умереть Давиду и завещал ему сыну, своему Соломону, говоря, «Вот еще у тебя семей». Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерслю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным. Ибо ты, человек, мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в Преисподнем». Соломон был очень мудрым, царем, мы знаем об этом, да? Самый мудрый человек на земле. Смотрите, как он мудро привел в исполнение завещание своего отца Давида. Царь Соломон призвал семей и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь. И никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь через потопки дрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». Как вы думаете, хорошее решение это было для семей? Построй себе дом в Иерусалиме и живи. Живи и радуйся. Правильно? Семей уже был пожилым человеком. Сорок лет прошло от того события, когда он засуял Давида. И казалось бы, Соломон, мы тебя не поняли. Ты чего, дает ему возможность доживать эту жизнь и уберечь свои теплые постельки, так и не быть наказанным? Но Соломон точно знал. Знаете, что знал Соломон? Догадаетесь сами? Вы услышали? Он ему поставил условие. Казалось бы, очень простое условие. Фирмируем с Алими и не переходи потока кедром. Как вы думаете, Соломон знал, что он перейдет поток или нет? Нет, что там Соломон перейдет. А почему? Почему Соломон точно знал, что семей нарушит эту заповедь? Знаете почему? Нет. Потому что если ты однажды приступил заповедь и своим языком сказал непристойные слова, нарушил заповедь против царя, это значит, что и другие заповеди ты нарушил. Как это ни странно произвучит, но язык... Помните, который текст мы прочитали в начале? Кто? Ну-ка, еще раз верните на первую страничку. Как там написано? Совершенно решает. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. А кто согрешает, тот несовершенный. И смотрите, проходит немного времени. Да, и кстати, вот в продолжении рассуждения о семее. Грех твой найдет тебя. Есть хорошее место в книге притчи. Беззаконного уловляют собственные беззакония его. Еще раз. Беззаконного человеку уловляют собственные беззакония его. И вузы греха своего он содержится. И его зло обратиться на голову его. Так и случилось. И сказал себе и царю. Семей дал клятвенное обещание. Ему с мамой не переходите дорогу. И сказал себе и царю хорошо. Хорошо. Я согласный. Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. Но человек этот был беззаконник, обманщик, лыжец, злостой и других, человек нечистыми устами. И жил в семье в Барусалиме долгое время, но через три года, три года пожил, случилось, что у семьи двое рабов убежали к царю Гевскому за поток кедрова убежали. Два раба убежали. И встал с семьей и сказал «Эх, жалко, что я не могу туда перед ним». Да? Пошлю-ка я кого-нибудь, пусть они их поищут. Но он был горячим парнем. Понимаете? Ему было наплевать на боги законы, на законы царя Давида, на законы царя Соломона. Ему было наплевать, потому что он был горячий парень. Понимаете? Он говорит «Я сейчас их как найду, как им скажу и еще кое-что сделаю». Подвешившись за одно место куда-нибудь. И встал с семьей, оседлал восстал своего и отправился в Гев в Камхусу искать рабов свою. И возвратился с семьей и привел рабов своих из Гев. Он их нашел. Историю молча, что он с семьей сделал. Я думаю, что им было не слабо. И донесли Соломону, что семей ходил из Иерусалима в Гев и возвратился и послал призвал царь Соломон в Семей и сказал ему. Царь вызывает в Семей и говорит «Слушай, дорогой, не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе и теперь говоря, знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, это же ты мне сказал, или кто-то другой, я, и ты мне сказал, «Окей, хорошо, зачем же ты не соблю приказания, которые я отдал тебе пред Господом склятно?» и сказал царь Семей. То есть он еще теперь ему добавил то, что Давид ему завещал. «Ты знаешь и знаешь сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду сорок лет прошло?» «Да обратит же Господь злобу мою на голову твою!» И повелел царь вагии, и он пошел и поразил семье, и тот умер. Вот такая есть история. Знаете, большинство людей, которые живут вокруг нас, да и мы сами, мы же иногда сказали слово, кого-то куда-то послали, да, кого-то куда-то прокляли, что-то наговорили и говорили, «Ай, это я в сердцах!» Как будто бы мы это забыли. Мы не попросили прощения, мы не покаялись ни перед человеком, ни перед Господом, как будто бы мы перевернули страницу, это мои эмоции. Я такой, у меня характер такой горячий, это я тебе сказал, любя тебе сказал, что ты больше так не делал. Братья и сестры, послушайте, за каждое слово мы дадим отчет перед словом. За каждое слово мы дадим отчет перед Богом. Если пройдет 40 лет, а может быть и больше, этот кред найдет вас, и это слово найдет вас. Если вы вовремя не смотрите разрешить эту проблему, не покаяться перед Богом, перед человеком. Мы читаем это вместе. Все мы много согрешаем. Все ли не все? Точно все? Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий. Внимание, в чем совершенство человека в несогрешающем слове? Этот человек может обуздать и все тело. Представляете себе, человек, несогрешающий словом, умеющий управлять своими устами, он может обуздать свое тело и я добавлю всю свою жизнь привести в порядок. Удивительная вещь. Оказывается, слово, язык, как много значит в нашей жизни. И Яков, есть замечательная третья глава, я вообще рекомендую ее как минимум один раз в год перечитывать. И не обязательно на новый год. Яков сравнивает язык с удилами. Вот мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Мощность двигателей и автомобилей до сих пор измеряется в чем? Блощадинных силах. Потому что лошадь имеет силу. И у нас там у кого сто лошадок, у кого-то поболее. Да? Есть у кого поболее, чем сто лошадок? Это мощные лошади наши автомобили. Так вот мы управляем рулем. А лошадь, она имеет силу, она тянет повозки. И вот маленькие уделы есть такой поводок. Видели, когда эти лошади поводок? И вот ты садишься. Вообще, кто на лошади когда встакал? Кроме меня. А, есть такие. Ну, я вам всех посоветую. Это очень интересно. Очень интересно. Только оказывается, что если вот этот маленький поводок, если ты начинаешь потихонечку, легонечко дергать правой рукой, то вот это силище лошадиный, как вы думаете, куда будет двигаться? Направо. Она идет. А если сюда, а если ты вот так потом будешь стоять? Удивительно. И Апус Лояков говорит, Удила управляет мощным конем. Второй пример еще более масштабный. Громатный корабль управляется маленьким рулем. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет короче. Видели, когда нибудь руль на корабле? Маленький такой, кругленький. Ну, разные бывают. Вот, если атомный ледокол или атомоход, да, он называется ледокол Мене, вот сейчас в Мурманске на приколе. Там даже какие-то, вот, вот такой. Представляете себе, там более ста помещений, там есть школа, там есть больница, там много чего есть. И этот корабль, эта махина, во льдах, когда все замерзло, управляется маленьким, маленьким, маленьким рулем. Третий пример огонь. Огненный пример, да? Так и язык, небольшой член, но многое делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Небольшой огонь, как много вещества зажигает. Интересно, вот, прочитал я, готовясь к проповеди, оказывается, 57 лет, уже 57 лет бушует пожар. В Средневекистатах Америки, это город Сент-Релия. Это про образ, вот, я не смотрел этот фильм Silent Hill, кто-то, кто смотрел? Там что-то такое страшное, ужасное. Французы смотрел. Страшно, да, было, Игорь? Но говорят, что это про образ, что там есть картинка. Вот, представьте, 57 лет все горит, и они не могут потушить этот пожар. Неизвестно точно, кто ли кто там хуры бросил. Был маленький огонь, который зажег, и этот город уже давно уничтожен. Его нет. В окрестностях давно ничего нет живого. Все горит. 57 лет. Огонь это сила. У нас сейчас пожары в России, да, во многих регионах. Вот сколько там сил прошено и не могут остановить. Так и наша жизнь, братья и сестры. У нас с вами много трудов, забот, у нас есть взаимоотношения с людьми. Правильно я рассказываю? У нас есть много всякого рода ответственности, и вот эта громадная махина нашей жизни управляется маленьким языком. Там язычок. Вот этот язычок управляет всеми процессами. И от нашего слова очень многое зависит. Или ничего не зависит? Или зависит? Слово Божьего и зависит. Интересно, я как-то анализировал. Вот часто у нас пасторов вызывают на беседы, на иску введения. В основном, ну я так приблизительно, около 80% всех наших бесед связанных на тему языка. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кому-то что-то не сказал, кто-то кому-то что-то не так передал, сплетен, и так далее. И вот мы сидим и разбираемся. Ну-ка, давай по порядку. Что ты сказал? Нет, я этого не говорил. И вот где-то 80% наших беседы наставлений связанных с языком. Мы ей говорим, попроси прощения. И многие люди говорят, послушайте, это же всего лишь слово. Ну подумаешь, я тебе что-то сказал, ну ты же сильный духовный христиан, не уходи, ты не можешь понять, это просто было слово. Оно ничего не значит. Я не имел в виду, что ты рака. Не хочу слова на русском переводить. Кто знает, сейчас написано и тот поймет. Я в общем сказал, что, понимаете, братья и сестры, но нету ни одного слова, которое не имело его значения. И все имеет смысл. У языка есть интересные качества. Написано язык огонь, прекраса, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все наше тело и воспаляет круг жизни. Будучи сам воспаляем от... Откуда язык воспаляется, кто мне поставил? От гиены огненной. Ужас! Вы никогда не думали об этом? Оказывается, братья и сестры, что язык оскверняет все тело, воспаляет другу жизни, воспаляем от гиены огненной. А что гиены огненной? Кто знает? Ну это там, где дьявол обитает, это что-то в гипоте, правильно? Это там, где зло, там, где сатана, где дьявол, где вот это все. Ибо всякое естество, мы читаем дальше, ибо всякое естество зверей язык, призмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено и действием человеческим. А язык, вы представляете, язык, братья на вас посмотрел, укроти никто, никто из людей не может. Это язык, неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот это да. Мощно, да, написано? Оказывается, у каждого человека с этим ужасным местом, с гиеной облины, есть прямая связь. Были такие беспроводные телефоны, без циферблаты. Поднял, и ты уже на связи. Послушайте, если ты не контролируешь свои слова, свой язык, если ты меришь, извините, что попало, то, скорее всего, ты говоришь слова оттуда. От гиен, огненно, от азо. Если ты совсем не контролируешь свои слова, есть у тебя сверняки, как-то, ну, подумаешь, я блин, 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 еще какие-то слова всякие. Я заменил, я все заменил, это ничего не значит. Я говорю, подожди, а от кого все эти блины-то летят? У нас в церкви была история связанная с языком вот такая потрясающая. Наша церковь откровенная. Вы не поверите. Один молодой брат из мира, хороший парень, уверовал, искренне, обратился, страстно, закончил семинарию, и как семинарист вышел проповедовать. Он страстно говорил слово Божье. И вдруг, я сначала не поверил, что ему сам, у него матерные слова рассказывают, пробуют. Смотрите, я такой его подошел в конце, такого обнял, говорю, брат, хорошее слово было. Но некоторые слова неплохо было бы допустить. А он говорит, да нет, не может быть, чтобы я никогда мы записали это на магнитофор. мы иногда говорим слова, и даже не понимаем, что мы их сказали, потому что они где-то там, знаете, на уровне подсознания. Понимаете, о чем я говорю? Если твое сердце не очищено, если твой дух и твоя душа полностью не подлежат Господу, у тебя могут при вынесении личных конфликтов в семье произойти как извержение вулканов. Вот этих вздуманных слов. когда где-то там они сидят и вдруг раз вывел все это с любовью. Не дай Бог, братья и сестры. Поэтому язык, язык это вражес номер один. язык это агент сатаны и агент вражеского влияния. И смотрите, как написано дальше. И мы благословляем Бога вот этим языком нашим. Мы поем прославление, благословляем Бога и Отца. И о ужасе проклинаем человека этим же самым языком, сотворенный по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. И дальше апостол Яков пишет ну ничего братья сестры пусть будет так. Так он написал. Он сказал не должно братья мои всему так быть. Так не должно быть. Не должно так быть чтобы из одних узнал благословение проклятие. Доброе слово. Что то в вашей конституции поправить надо. Не может быть так чтобы ты иногда говоришь гнусные ругательства а в церкви ты поешь что-то здесь не так. Даже мы прочитаем там есть два источника нам надо быть братья сестры на чеку. Нам надо переживать и контролировать свой язык. Нам надо внимание очень важное слово укращать свой язык. Нам надо укращать стропки его. Вот как Лохин который когда объезд делают лошадей да не не там он ковбой его нам видели фильмы и вот эту лошадь надо укротить потому что она не будет повиноваться не сразу она этим делом повинуется ее надо объездить так и наш язык его надо укращать и хорошо что мы читаем слово предупрежден 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 значит вооружен мы четко понимаем что язык это не просто так мили еврея как вам да что тебе сду сду твоя неделя или не твоя вот так часто происходит кто тебя обидел привези таких процессов происходит ум разум твой происходит когда они говорят слушай промолчи разум не выговорил прости промолчи сердце оно штучит бьется сердце волнуется а язык тррр сейчас своим муском живут если ты не контролируешь свой язык если ты даешь выхлоп своей энергии своим эмоциям жди беды потому что скорее всего ты скажешь не то что от Бога ты скажешь не то что принесет радость и благословение не только чуть другом но и самому себе ты просто навреди к себе поэтому если мы знаем что наш язычок любимый подвидывается от гиены то мы должны сказать ему помолчи дорогой дорогой взял вот так кто больше глядим да хорошо помолчи дорогой с тобой заветоваться мы будем в самую последнюю очередь наша плоская природа и прежде всего язык требует контроля есть такое место в Библии но он как бы общего плана но он тут очень подходит и не давайте вместо дьяволу через язык не давайте вместо дьяволу чтобы вот эта гиена огненная через вас не говорила чтобы этот смертоносный я не исходил из ваших у нас у христиан много проблем с языком не думайте что это место написано для неверующих это место для нас сколько разрушенных семей сколько проблем в церкви сколько дружеских отношений порушено сколько смерти как ран нанесено и важно кто рулит если руль важно кто рулит у дела важно кто их держит да огонь спичка зажигает очень важно в чьих руках наш язык и управляем ли мы и мы читаем язык прекрасно неправды язык способен приукрашать неправду бывает такое или нет я поймал вот такую рыбу да да сезон Юли показывает на самом деле она была вот малюсенькая вот такую а может он так и не поймал не факт что он его вообще поймал не факт что он даже ходил на рыбалку важно что он поймал вот такую рыбу мечтал да мечтал в современном мире все любят приукрашивать и и мы любим приукрашивать недавно я продал свою черную машину что заметил поменял черную на беленькую знаете я когда ну трудно продать машину которая где там в 7 лет было она гнить начала и так далее ну короче любая машина я пришел к своим ребятам таксистам говорю ребят что мне пусать как мне поразать машину он говорит первым делом пойди в бойку и ее хорошо помой он так химчистку сделает полироль внутри он прям все прям вылезет я говорю подождите может мне надо двигатель приматировать не надо вот главное чтобы она была как конфетка потому что человек придет и вот как пример мы приукрашиваем машина красивая машина на самом деле мы не знаем что там внутри она очень красивая она блестит но не всегда то что блестит является благословением для нас поэтому вспомнил стихотворение из детства наверное многие его наизусть знают на рынке корову старик продавал знаете такое стихотворение никто на корову за корову цены не давал хоть многим была коровенка нужна но видно не нравилась людям она хозяин продаж независима в основном она они в в в в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вам скажу сразу, чем близко к Господу вы будете становиться, чем более духовно зрелыми вы будете становиться, тем меньше слов вы будете говорить. И мудрые старцы, они говорят вообще очень мало, но обычно они говорят по существу. И вот несколько слов, которые они скажут сильнее тысячи слов, которые мы без остановки заводим. Давайте сейчас помолимся... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...